С вами Георгиевская Татьяна, рада приветствовать вас на канале Тати Гео. Покажу вам, как растет монстера не в домашних условиях, а в естественных, в природных. Но это не очень большой экземпляр, который я сейчас нашла. Когда цветает цветок, остаются такие плоды, и сам плод едят. Он съедобный, немножко желтого цвета должен стать. И по вкусу говорят, что напоминает ананас и киви. Но я не пробовала, честно говоря. Толстый ствол, листья большие. В принципе, наши монстеры, которые в офисе мы выращиваем, они тоже достаточно больших размеров достигают. Дома не рекомендуется выращивать монстеру. Монстеру считается, что это одно из тех растений, которые забирают энергию. Хотя, каждый выбирает по себе. Каждый выбирает растения для себя. И чувствует внутренне, с каким растением ему комфортно жить и приятно. В основном монстеру, конечно, выращивают в офисах, в каких-то учреждениях общественных. Но здесь, в Средиземноморье, монстера прекрасно чувствует себя, хотя это тропическое растение, но она прекрасно себя чувствует и растет в открытом грунте. Достаточно хорошо, не боится прохладных зим. Этой зимой опускалась температура примерно даже ниже 10 градусов, и многие растения подмерзли. Но монстера, вот как видите, единственное, у нее здесь есть механические повреждения, потому что делали рядом дорогу, немножко ее повредили. Но сам куст, сами листья большие достаточно и красивые. Как растет монстера? Она выпускает стрелу, и лист начинает разворачиваться, постепенно разворачиваться. Самый красивый, конечно, это когда он с такими отверстиями. Вот это считается самый красивый вариант. А вот пошел новый лист. Посмотрите, вот по весне, вот он как открывается. Видите, какого молочного цвета. Он скручен в трубочку. И вот постепенно сейчас выходит вот отсюда. И будет открываться, раскрываться. Он уже внутри весь резной. Размножается путем черенкования. То есть, вы можете даже от листочка размножить это растение. Так как это тропическое растение, она любит опрыскивание и более такую влажную среду, полив из болезней, из насекомых. Если выращивать как комнатное растение, то, возможно, щитовка. Сам ствол в диаметре примерно уже около 10 сантиметров. Вот такой вот толстый ствол. Вот он там какой дальше. И ей, конечно, видите, нужна опора, потому что тяжелые листья, ей надо на что-то опереться. Здесь вот она на заборе. На заборе растет вот таким вот образом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот этот лист достаточно крупный. Здесь он примерно в диаметре достигает 70 сантиметров. Какой красивый фактурный лист у монстеры. Вот здесь есть еще лист более крупнее. Если по внутренней стороне смотреть, то около метра. И имейте в виду, что сок у монстеры, он тоже ядовитый, аллергичный. Пользуйтесь перчатками и промывайте руки. То есть все пересадочные работы и любые работы с монстерой желательно производить в перчатках. А с вами была Георгиевская Татьяна. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. И я жду вас на канале Татьягию. Желаю вам красивых комнатных растений. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok